Программное обеспечение Altami Studio позволяет создать мультифокусное изображение исследуемого объекта с помощью камеры микроскопа или из списка заранее созданных фотографий. Инструмент Multifocus объединяет несколько фотографий с разной глубиной резкости в одно, тем самым создавая изображение, в котором все элементы находятся в фокусе. Данный инструмент будет особенно полезен при исследовании объектов под большим увеличением, так как объективы со значительным фокусным расстоянием имеют малую глубину резкости, и поэтому велика вероятность того, что не вся поверхность объекта окажется в фокусе. Для того, чтобы создать мультифокусное изображение, в панели меню программы Altami Studio следует открыть вкладку «Инструменты» и выбрать пункт под названием «Мультифокус». В открывшемся окне мастера создания мультифокуса программа предложит пройти первый шаг настройки, в котором пользователю предстоит выбрать, какой инструмент будет использован при создании изображения с расширенным фокусом. Первый вариант – это фотографии, созданные в реальном времени с помощью камеры микроскопа. Второй вариант – это выбор уже готового набора изображений, которым пользователь может указать доступ. Итак, давайте рассмотрим первый вариант с использованием камеры микроскопа. Важно отметить, что прежде чем приступать к работе с данным инструментом, следует убедиться в том, что все активные окна программы закрыты и камера не задействована в работе приложения. В противоположном случае в открывшемся окне мастера создания мультифокуса данное устройство будет недоступно для выбора. Если всё настроено корректно, то в первом варианте захвата изображений с помощью камеры микроскопа в выпадающем списке доступных устройств подтверждаем рабочую камеру. А во втором выпадающем списке выбираем требуемое разрешение, выводимого впоследствии на экран изображения и нажимаем на кнопку «Далее», чтобы перейти ко второму шагу. В новом окне пользователю предлагается настроить устройство для корректного отображения объекта путём настройки экспозиции, баланса белого и ряда других параметров. Приступая к работе с данным шагом, для начала следует настроить осветительную систему микроскопа таким образом, чтобы освещение поля зрения было максимально равномерным. Затем необходимо отключить автоматическую настройку экспозиции, установив оптимальную яркость изображения вручную, чтобы последующие кадры получались одного уровня освещенности. Далее настраиваем баланс белого. Для этого при работе в отражённом свете кладём лист белой бумаги поверх образца и нажимаем на кнопку «Автобаланс белого». А при работе в проходящем свете вводим в поле зрения фрагмент предметного стекла, на котором нет исследуемого объекта и также нажимаем на кнопку «Автобаланс белого». Программа автоматически выставит предпочтительные значения, которые при желании можно изменить по своему усмотрению. После выполненной настройки нажимаем на кнопку «Далее» и переходим к третьему шагу мастера создания мультифокуса. На данном этапе программа предлагает пользователю сделать несколько изображений объекта для их последующего автоматического объединения. В окне «Видеопоток камеры» отображается то, что передаёт камера в реальном времени, а в окне «Предпросмотр результата» отображается предварительно созданное мультифокусное изображение. Итак, приступая к работе с третьим шагом мастера создания мультифокуса, следует произвести следующие действия. Вращая ручки фокусировки микроскопа, устанавливаем точку фокуса в положение, соответствующая нижней границе фокусировки на изображении объекта и нажимаем на кнопку «Добавить» для добавления кадра к результирующему изображению. Далее с помощью ручек фокусировки микроскопа смещаем точку фокуса относительно предыдущего положения, избегая при этом поворотов и перемещений образца в кадре. Если добавленный кадр спозиционировался неверно, то его можно отменить, нажав на соответствующую кнопку, после чего переместить точку фокуса в обратном направлении для увеличения зоны пересечения резких областей на новом кадре по сравнению с предыдущим и снова нажать на кнопку «Добавить». Сделав необходимое количество кадров для создания полностью сфокусированного изображения объекта исследования, нажимаем на кнопку «Далее» и переходим к последнему шагу. На финишном этапе производится окончательная качественная сборка изображения с расширенным фокусом. Перед тем, как нажать на кнопку «Создать», программа дает пользователю возможность изменить некоторые стандартные параметры, которые влияют на соотношение производительности и качество итогового изображения. Нахождение трансформаций. Если эта опция включена, то перед объединением алгоритм мультифокуса будет искать трансформации изображений относительно друг друга. Быстрая обработка смещения. Если эта опция включена, поиск смещений будет осуществляться на уменьшенных копиях изображений. Данная настройка может увеличить скорость обработки финального изображения ценой небольшой потери качества. Также стоит отметить, что данная опция будет работать лишь при совместно включенной графе «Нахождение трансформаций». Коэффициент контраста. Позволяет увеличить контрастность финального изображения путем увеличения или уменьшения численного значения. Если оно равно единице, то изображение не изменяется. Определившись со значениями параметров создания мультифокусного изображения, нажимаем на кнопку «Создать» и ожидаем окончания процесса объединения фотографий. Готовое изображение будет продемонстрировано в окне «Результат». Чтобы сохранить полученное изображение на компьютере, нажимаем на кнопку «Сохранить», выбираем путь сохранения файла, задаем его имя и выбираем один из предложенных вариантов расширения файла. И после этого нажимаем на кнопку «Сохранить». После сохранения изображения в памяти компьютера в мастере создания панорамы нажимаем на кнопку «Завершить», после чего программа предложит открыть созданное изображение в основной рабочей среде программы Altami Studio. При нажатии кнопки «Нет» мастер закроется, и на данном этапе работа с инструментом мультифокус завершится. Также программа автоматически сохраняет финальный результат работы и промежуточные фотографии в своей системной папке «Компьютер», «Документы», «Altami Documents», «Multifocus». Теперь давайте рассмотрим второй вариант создания мультифокусного изображения с помощью выбора уже готового набора фотографий, которым пользователь может указать доступ. Нажимаем на кнопку «Далее» и переходим ко второму шагу мастера создания мультифокусного изображения. В открывшемся окне с помощью кнопки «Добавить», выбираем ранее подготовленные фотографии объекта исследования и нажимаем на кнопку «Открыть». Для удаления лишних изображений из созданного списка файлов выделяем ненужное изображение и нажимаем на кнопку «Удалить». По окончании формирования списка изображений, которые будут использоваться для создания изображения с расширенным фокусом, нажимаем на кнопку «Далее» и переходим к последнему шагу, который аналогичен тому, что мы описывали при первом варианте создания панорамы. Определившись со всеми значениями параметров создания финального изображения, нажимаем на кнопку «Создать» и ожидаем окончания процесса объединения фотографий. Готовое изображение будет продемонстрировано в окне «Результат». Далее, по аналогии с первым вариантом создания мультифокуса, мы можем сохранить изображение в памяти компьютера, открыть его в основной рабочей среде программы Altami Studio, а также найти автоматически сохраненную копию в системной папке программы. Спасибо за внимание! Выбирайте Altami, подписывайтесь на наш канал и следите за дальнейшими обновлениями!